Ванга приблизительно с 80-го года не давала интервью. Ни телевизионных, ни радио. Я иногда просматриваю интернет и с удивлением обнаружив многое из того, чего я не говорил никогда. 98% выдумки. Можно верить только тому, что идет прямая речь. Вот я вам говорю, вот эта несмонтированная вещь, тогда да, я вам это говорил. А если идут ссылки на меня или на Вангу, тьма тьмущая предсказаний, которые она не делала, афишируется. Расписано по годам все предсказания. Расписано по именам, кто чего, кто Владимир, кто Петр. Ни имен, ни дат она никогда не называла. Она, если хотела меня сориентировать на какой-то период, то она скорее говорила так, это будет в год кричащего петуха, который будет следовать за годом плетущего мезгаря, или это год пятидвоек. Когда это будет? А вот вычисляй сам, я не буду голову ломать. Она давала как бы такие временные ориентиры, и иногда, когда нужно там действительно давать какое-то серьезное интервью, мы с моим болгарским переводчиком, он у себя просматривает записи, какие остались я у себя, и принимаем решение, чтобы не ошибиться, ведь все, что говорится, на самом деле Ванга стал восприниматься всерьез. Раньше с иронией и цинизмом сейчас всерьез. Это может повлиять на, не хочу громко говорить, на ход истории, но на психику многих людей. Я не хочу за это нести ответственность. Я должен нести добро. Ответственность жуткая. Могут припомнить, а вы помните в прошлом году, вы говорили, и где это? Поэтому пока, тьфу-тьфу-тьфу, все ее предсказания расшифровываются верно, и меня ни в чем упрекнуть, что там не состоялось. Это станет гриппом, аналогом гриппа. Будут такие же прививки, не будет столько смертей, будут профилактически как-то научиться бороться. Это уйдет. Из России это уйдет уже в этом году, даже к концу лета. Европа до конца года еще будет страдать. Потому что в России был мощный задел советских времен. Была мощная школа вирусологии. То, что не было на Западе. Давно-давно у нас это все было, и мы на основе этих препаратов. Мы еще хоратку Эболу в свое время остановили на основе этих препаратов. Это скажется на психике. Скажется и космос немножко. Энергетика будет по-другому совершенно влиять. Энергетика будет перестраивать человеческую психику, настраивать ее на восприятие новой духовной основы параллельных миров. А не все люди окажутся к этому готовы просто. Духовного роста, если не было, они застрянут. И, как говорила Ванга, люди третьего измерения не будут видеть людей пятого измерения. Что она имела в виду? Она говорила о том, что люди станут энергетическими существами со временем, перестанут питаться растительной пищей, будут заряжаться от Солнца, общаться на интуитивном уровне, на таком без языка, будут перемещаться, как и на других планетах высокоразвитых. Наша планета отстала в развитии. Почему они с нами не связываются? Не с кем пока связываться. Разный уровень связи, уровень мышления, уровень развития человека, таков, что он еще не способен просто воспринять эти сигналы, они идут. Как говорила Ванга, я не солнышко, чтобы всем светить. Да, этот год будет лучше. Мало того, этот год положит основу, заложит основу для благоприятных перемен. Это когда после болезни человек начинает кушать. У него пробуждается аппетит, и благоприятные перемены будут идти и дальше. Я же говорю, они уже начинаются. Я уже об этом говорил, что мы к концу лета снимем маски окончательно. И смотрю, уже Роспотребнадзор подтверждает вчера. Да, мы, наверное, снимем маски. Следующая будет ситуация дальнейшая. Значит, смотря какой аспект брать. Если внешнеполитический, то несмотря на всю дикость того, что я сейчас скажу, все те санкции, которые наложены, будут постепенно сняты. Трубопровод проложен, и газ пойдет в Европу. Это говорилось еще 31 января. Ну и раньше было сказано, я вижу две трубы, которые пролягут в Европе, в Европу. Будет некоторое смягчение, в общем, некая либерализация политических структур в России. Чуть-чуть запахнет перестройкой, гласностью, чуть-чуть. Потому что могут в ряде направлений поменяться люди. И президент это уже понял. Ванга в свое время говорила, когда я спрашивал у нее, каковы будут итоги выборов 96-го года, она сказала, что Ельцин будет избран, но будет недолго, свой пост он оставит, и тот человек, который придет к нему, будет править долго, и до самой смерти. А проживет он долго. Поэтому здесь, как говорится, не дождетесь. Она говорила, что тому человеку, который сменит Ельцина, у него будет несколько периодов жизни. Будет первый трудный, помните, Чечня, надо было войну заканчивать, восстановление разрушенного хозяйства, мягко говоря, как раньше говорилось, когда вся Россия практически была под Америкой, когда у нас были чудовищные долги государственные, когда был жуткий дефицит, когда был, в общем-то, если не голод, то жуткий дефицит всего. Через это прошли, потом восстановление конституционного строя, конституционного порядка. Не всем нравится, по-разному, но как-то какое движение было. Потом, повах, период застоя определенного, когда некоторые люди оказались на своих местах слишком долго, обросли связями коррупционными. Вот этот момент сейчас. Ванга сказала, что настанет такой момент в жизни президента, когда потребуется отогнать от кормушек жирных свиней. Это будет сделано. Еще такой же момент, когда ему нужно будет сделать выбор, это я уже говорил, между ста миллионами бедных и миллионом богатых. С кем он? Чью политику он будет проводить? Вот какой выбор сделает, вот такова и будет судьба России. Ну и какой он выбор сделает? Какой надо сделать выбор? Я, шарашенный тогда, спросил об этом, заглядывая в 30 лет назад, или в 25. А она говорит, конечно, надо делать выбор в сторону бедных. А почему? Обычно говорят, дружи с богатыми. Хе-хе, милый, бедные не предадут. Им предавать нет смысла, им терять нечего. Они за тебя будут держаться. Ты должен быть, она не говорила президент, она говорила царь-батюшка, ты должен быть добрым царем, добрым к народу, и жестким боярам, стягать их надо, стягать, менять и так далее. Вот сейчас такой выбор стоит, и он до сих пор стоит, этот выбор. Я не скажу, что какие-то ощутимые продвижения были сделаны. 21-й год, который наступил, 22-й, это год для решения этих вопросов. Сохранение собственного населения, борьба с бедностью, говоря популярно как нынешним языком, и, извините, борьба с теми олигархами, которые, в общем-то, живут только ради себя. Ведь мы до чего дошли, по телевизору, раньше, больше, сейчас чуть меньше. Мы собираем деньги на лечение больного ребенка. Все просто. Собрал 10 миллиардеров и сказал, ребята, фонд, что же мы побираемся по всему миру, по копейке, больного ребенка не можем вылечить, отправляем его за границей, для того, чтобы мы не можем этих лекарств купить. Государство огромное, богатое, добывающее газ, алмазы, золото, военизированная страна, а своих детей, свое будущее не можем вылечить. Будущее страны зависит от того, как мы относимся к своим детям и старикам. Старики передадут опыт и все самое доброе нашим детям. Детям это дальше все развивать и расти. А если у нас нет возможности лечить детей, нет возможности обеспечить достойную старость, посмотрите за границей со спины в толпе, если идет хорошо одетый человек или пара, это пожилые люди. Они уже скопили к пенсии, они получают хорошие пенсии, они могут себе позволить хорошо одеваться, хорошо питаться, путешествовать по всему миру. Но сейчас вот путешествий нет, а когда не было строгих запретов, я очень много в Москве встречаю пожилых людей из разных стран, которые могли в конце жизни позволить себе путешествовать. Что наш пенсиар не мог позволить себе? Ничего. То есть будет нарастать в сухом остатке постепенно возрастать социальная справедливость, гармоничность. Будет. Российская политика, может быть, последние там даже 50 лет не строилась в долгую. Политика же западных стран, особенно Америки, план Маршалла, он строился в долгую с заглядыванием чуть ли не на 100 лет вперед. Последовательно осуществляется это идеологическое воздействие, идеологическая диверсия на Россию. Во-первых, чем была сильна Россия? Дружбой народов. По мнению Ванги, люди, у которых жадные глаза, стремящиеся завладеть Россией, но не имеющие на это сил, потенциала, будут пробовать разлагать ее изнутри. Что такое? Во-первых, идеология влияния на молодежь. Что мы видим по телевизору порой, не умею вам говорить, лучше бы этого не смотреть. Потому что такое впечатление, что люди живут последний день, который это показывает, для которых деньги важнее. Вот эти бесконечные сексуальные скандалы, вот эти вот рассказы об убийствах, вот эти вот жуткие совершенно вещи. Да, народ надо развлекать. Да, people have it, как говорят. Ну, делайте развлекательные программы, познавательно развлекательные. Я помню, раньше при Советском Союзе были там программы. А ну-ка, парни, а ну-ка, девушки, аукцион была такая программа. Что там только не было. Ну, в том числе и КВН тогда возник. Нет, надо сейчас перетряхнуть, кто спит, все это грязное белье, это уже надоело. Либо только шоу политически, вы посмотрите, что творится. Ну, во-первых, порой призывают явных врагов туда, на этих кто шоу. А достойного отпора не могут дать. И зритель оказывается перевербован на ту сторону. Неустойчивая психика, и зритель без стержня. А смотри-ка, вот он правда говорит там. Мы там не правы, зачем мы туда лезем, а вот это, вот это. Проблема в нехватке кадров, резкая, в идеологической нехватке кадров. Я не хочу сказать, что я человек старой формации и тяготею к министерству пропаганды, да, но нечто подобное вместе с цензурой вводить давно надо. Этим пользуются западные страны, ведь мы ряд, целый ряд, да почти до большинства телевизионных программ, это клише с западных, это закупленный готовый вариант, плюс оформление студии оттуда, подготовленное там, продакшн и крутится здесь для того, чтобы ну как бы разложить и молодежь и других людей. Для чего разложить? Для того, чтобы внести между людьми распри, между народами внести разницу, грызню, если раньше в одном селе жили армяне и азербайджанцы, то сейчас почему-то это стало невозможно. А также на религиозной почве рознь сеется, всячески принижается роль духовной сферы, взамен ничего в России нету идеологической скажем платформы, духовной платформы, что вместо религии противопоставить в борьбе четко выстроенным влиянием этих стран. А влияние простое, чем больше Россия сама себя будет уничтожать, тем быстрее она разрушится на отдельные государства, тем больше мы влияние будем оказывать на эти государства, как происходит сейчас с Украиной, которая находится под американским протекторатом, как делались попытки такое же влияние указать на Белоруссию, на ряд других стран, бывших Сан-Ге, потому что разрушились, пошли создавать свои царства, а что мы такое? Возьмите старую притчу о венике, который сломать невозможно, а по прутику можно каждого сломать, происходит это же самое. Тут море всякого можно об этом говорить, да ничего подобного, еще раз говорю, замучитесь пыль глотать. Ванга говорила, что Россия пройдет через все это потому, что она находится под покрывало, под покровом Матери Божией охраняемой это, Богородицы, наоборот, все те государства, которые от нее отошли в свое время, они придут к ней. Она сказала так, возникнет мощное славянское государство, вплоть до Сербии и Болгарии в этом составе. Я сказал, Ванга, Болгария, страна Евросоюза, а с чего ты взял, что Евросоюз уцелеет, его не будет. И вот это мощное славянское государство разделит мир, не разделит мир, а консолидирует наоборот мир, потому что здесь будет центр духовности мира. Ванга говорила, все возвращается назад. Простой пример, а потом я вернусь к Турции на секунду для конкретики. Одна в свое время из румынских целительниц приехала к ней и сказала, Ванга, что-то у меня иглоукалывание плохо в последнее время получается. А ты какими иголками пользуешься? Она говорит, ну вот современными, чуть ли не банадиями, вольфрамовыми. Она говорит, выбрось их, а чем? А ты говорит, вот там, около недалеко от твоего дома есть белая глина, из глины сделай иголки, заколи и имя пользуйся. Она говорит, ну Ванга, это же прошлый век, это все назад, говорит, дорогая моя, все уже давно возвращается назад. И на стенах Константинополя будет крест. нагнетанием напряженности, особенно там, на Аравийском полуострове, ввязыванием в конфликты военные, в тяжелые, которые может не потянуть. Она себя может раздербанить сама. Сейчас там стоят наши ракетные комплексы С-400, да, но одновременно Турция является членом НАТО. Вот эти парадоксы, они приведут куда-то к не очень хорошему. страна-член НАТО вооружается противником. Раньше был Восточный Альянс, это Варшавский договор, его сейчас нет, но Россия это противник НАТО. И вдруг Турция ставит, с кем, в общем-то. Вот эта борьба единства и противоположности может привести, я не знаю детали, я знаю, что щит повесили на стенах Константинополя, на которых был крест, он был завоен, что такое Константинополь, это что, Стамбул, по-моему, да, вот что будет с Турцией, когда это будет, я не знаю. Страна, на которой был Ноев Ковчег с Араратом, одна из древнейших стран христианства, пройдет сейчас трудный этап, очень скоро пройдет трудный этап, приблизительно к 27-му году она будет в союзе единых славянских государств, где будет крепкая дружба, будет общая граница, будет общий рынок, как бы экономический, все будет замечательно, потому что она прекрасно поймет, что либо они будут жить, все народы в дружбе, и от этого будет хотя бы выгода, да, либо ее начнут еще дальше дербанить по кускам. Славянский союз, это не альтернатива мусульманскому союзу, но это оплот нашей жизни всех славян, так, как завещано было давным-давно. Не предсказывала она глобальной войны, ее не будет, будут отдельные локальные конфликты, не предсказывала она, что будет какой-то там, ну я так прямому спросил, а не будет ли никакого потопа, она говорит, никакого потопа, никакого общего такого глобального, ничего такого не предвидится. Отдельные, отдельные будут как бы катаклизмы на Земле, отдельные, я вам сейчас эксклюзив говорю, приблизительно лет через 20-30 будут вообще уничтожены границы, будет мировое правительство. Приблизительно к этому же времени открыты будут уже контакты с инопланетянами, они идут, они уже здесь давно, они идут эти контакты, идет обмен технологиями, идет обмен так сказать мыслями, они что-то друг другу подсказывают, наши правители, это является большим секретом, это не сумасшествие, это так, где-то лет через 20-30, когда ситуация будет сформирована, она начинает формироваться, речь также идет, ну, священники плохо это воспринимают, но будут попытки формирования единой религии, потому что границы разделяют, но это, извините, кусок колючей проволоки, образно говоря, а вот когда религии разделяют, то, извините меня уже, будут попытки нахождения как бы единого кодекса моральных качеств человека, где не будет там, Христос, Будда, там, кто-то еще, будет единая, так сказать, вера для людей, которые хотят в это верить, никто с ней бороться, конечно, не будет, но какие-то вот такие попытки уже будут сделаны, ну, что, к этому времени, естественно, уже сейчас изобретено лекарство от рака, оно не афишировалось долгое время, но, опять же, внимание величия, после того, как я это произнес, что оно уже создано, и о нем будет объявлено, через три дня было объявлено. Ванга говорила, что оно будет создано на основе препарата, содержащего много железа, а она говорила так, рак, а закуют железные цепи, я говорю, а без понтов можно проще, но железа будет много. Ванга знала, что она больна, ей предлагали сделать операцию, у нее был рак в груди, и ей сказали, Ванга, ты давай-ка, прооперируйся, и ты еще будешь жить, а она говорит, я не дам свое тело портить, я не хочу на том свете оказаться, еще и без груди, мало того, что я слепая, и ее положили на стол, все-таки, потому что она сознание уже теряла, отвезли в госпиталь, положили на стол операционный, включили софиты и приготовили сделать операцию, бабах, софиты погасли, и пока включался резервный генератор, произошло буквально 3-5 минут, она умерла, она не дала себя оперировать, вот после этого думай, что хочешь, поверь или не поверь во все это, она это иногда интуитивно приходит, бывает это вот момент высокого духовного подъема или наоборот духовного упадка, когда горе или какой-то спор эмоциональный, тогда невольно что-то приходит, какие-то в голову такие слова, бывает такое, что во время спора в студии потом уже выходишь и думаешь, ну вот я нахрена это сказал, кто моим языком тут управлял, ну вот так приблизительно, а вообще эта тема неисчерпаемая, там очень много можно говорить, что-то видимо, Продолжение следует...